Добрый день, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы начинаем изучение информационных технологий, их основ, основ информационной технологии управления. Мы начнем с характеристик и основных компонентов. Но прежде всего определим, что же такое информационная технология, коль скоро мы собираемся говорить о них. Информационная технология – это процесс, который использует совокупность методов и средств для операции сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки информации на базе программно-аппаратного обеспечения для решения управленческих задач. Стратегическая цель или стратегические цели информационных технологий состоят в том, чтобы обеспечить развитие бизнеса и его управляемость и качество, его конкурентоспособность, а также снижение стоимости выполнения бизнес-процессов. Информационная технология как процесс включает в себя ряд процедур. Но перед тем, как говорить о процедурах, мы вспомним, что в определении информационной технологии присутствует понятие аппаратно-программного средства. Поэтому несколько слов об аппаратно-программных средствах. Программно-аппаратное обеспечение включает в себя технические средства, программы, способы и подходы к организации информации, информационных систем и технологий, а также к обслуживанию пользователей. Ну вот теперь, имея предварительные такие определения, мы рассмотрим более подробно процедуры информационных технологий. Процедуры состоят из набора операций, а операции — это элементарные действия над информацией. Начнем мы с процедуры сбора и регистрации. Она включает операции сбора, передачи, регистрации на машинном носителе, ввода в информационную систему, контроли ввода и регистрации. При этом должны быть обеспечены достоверность и полнота и своевременность процедуры. Особенность процедуры состоит в том, что она не подвергается, не может быть подвержена сильной автоматизации, так как может присутствовать клавиатурный ввод, который отличается большими трудозатратами и ошибками. Следующая процедура — это процедура передачи информации. В нее входят вводы в каналы связи и в систему передачи данных. Операция такая. Операция — цифра аналогового преобразования информации, передача информации, вывод информации с обратным преобразованием, ну и контроль вывода. Отличается эта процедура способами передачи. Они могут быть почтовыми, каналами связи различными, транспортными средствами. Кроме того, она характеризуется разнообразием средств передачи. Ну и, наконец, организацией самого процесса передачи. Высокая степень автоматизации этой процедуры достигается дорогими способами, но технология в целом становится более эффективной. Следующая процедура — обработки информации. Она является... Вообще все эти процедуры обработки информации являются главными в информационных технологиях. Остальные процедуры носят вспомогательный характер. Что же в нее входит? Это ввод информации в систему, контроль ввода, обработка информации, вывод и контроль вывода, и отображение результатов. Все эти операции выполняются автоматически. Обработка отличается разнообразием видов и форм представления информации. Ну, так это могут быть символы или текст, таблицы или базы данных, изображения или сигналы и так далее. Принципы, методы и средства организации информации порождают разнообразие современных технологий. Например, это могут быть технологии мультимедиа, нейрокомпьютерные технологии, распределенные сетевые технологии, о которых я во вводной лекции вам рассказывал немножко. Результатом процедуры обработки является информационное обслуживание пользователей для различных аспектов управления. Далее идет процедура хранения и поиска информации, которая включает хранение, запрос на поиск, поиск информации, контроль поиска, выдачу и актуализацию данных. Ну и, наконец, процедура анализа и подготовки принятия решений. Это наиболее сложная интеллектуальная процедура, которая выполняется человеком на базе подготовленных данных, знаний и их моделей. При этом необходимо знать правила работы со знаниями и моделями и методы поиска альтернативных решений. Процедуры обработки могут различаться в зависимости от форм и видов представления данных. Пользователь и экономист и менеджер должны знать и организацию обработки цифровой и символьной информации, и текстовой и табличной информации. Они должны знать методы обработки сигналов, речи, звуков, документов, изображений, а также они должны знать организацию баз данных. Все это имеет свои особенности и специфику, которую вам необходимо знать. Существует три основных... Вернее, так, мы сначала рассмотрим с вами варианты видов обработки информации. Варианты видов представлены вот на этом рисунке. В экономической деятельности наиболее распространено цифровое и буквенное отображение информации в различных вариантах и сочетаниях. Это могут быть документы, тексты, таблицы, файлы, базы данных. В информационных технологиях экономической деятельности, так же, как и в телевидении, кино и мультимедийных технологиях широко используются изображения, речь, звуки, сигналы и так далее. А в управлении технологическими процессами и объектами дискретного и непрерывного действия обработка сигналов и сообщений для целей управления осуществляется на низовом и производственном уровне. Для среднего и верхнего уровня управления предприятием, в частности, информация обобщается, группируется, агрегируется. С одной стороны, чтобы получить достоверную картину состояния производства, а с другой стороны, чтобы она была обобщенной. На этой основе и принимаются управленческие решения. В современном обществе основным техническим средством технологии переработки информации служит персональный компьютер. Он существенно повлиял на концепцию построения и использования технических процессов и на качество результатной информации. Новый этап развития информационной технологии как раз начался с внедрения персонального компьютера в информационную сферу и с его активного использования в телекоммуникационных сетях и средствах связи. Три основных принципа новой информационной технологии. Это интерактивный режим работы пользователя с компьютером, интегрированность с другими программными продуктами, гибкость процесса изменения как данных, так и постановок задач. В дальнейшем мы для простоты будем просто опускать прилагательные новые и придавать ее смысл термину информационной технологии. Технологический процесс материального производства реализуется с помощью различных технических технических средств. К ним относятся оборудование, станки, инструменты, конвейерные линии и тому подобное. По аналогии и для информационной технологии должно быть нечто подобное. Такими техническими средствами производства информации является аппаратное, программное и математическое обеспечение этого процесса. С помощью них производится переработка первичной информации в информацию нового качества. Программные инструментарии информационной технологии это набор, чаще всего это интегрированный набор программных продуктов, технология работы в котором позволяет достичь поставленную пользователем цель. Так что же такое программные инструментарии. Ну, для примера мы можем перечислить такие программные продукты. Это текстовый процессор или редактор, настольные издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами данных, электронные записные книжки, электронные календари, информационные системы функционального назначения, финансовые, бухгалтерские, для маркетинга, экспертные системы и так далее. Информационная технология тесно связана с информационными системами, которые являются для нее основной средой. Информационная технология является процессом, который состоит из четко рекламентированных правил выполнения операций и действий. Основная цель информационной технологии должна быть необходимую для пользователя информацию. Она должна быть результатом целенаправленных действий по переработке первичной информации. Информационная система это среда, основная цель которой организация хранения, передачи и представления информации. Информационная система представляет собой человекомашинную систему для обработки информации. Обобщая все сказанное выше, дадим несколько более узкое определение, нежели введенное ранее, определение информационной системы и технологии, которые реализуются средствами компьютерной техники. Во-первых, эта информационная технология является совокупностью четко определенных целенаправленных действий персонала по переработке информации на компьютере. А информационная система это человекомашинная система для поддержки принятия решений и производства информационных продуктов, которые используют компьютерную информационную технологию. часто спрашивают с чего нужно начинать и вообще как это происходит разработка информационной технологии или системы. Ну, здесь порядок действия таков. Прежде всего и всегда следует начинать с определения цели. затем следует попытаться провести структурирование всех предполагаемых действий, которые приводят к намеченной цели. Ну и наконец следует выбрать необходимый программный инструментарий. Каковы же составляющие информационного технологического процесса? Мы будем выделять четыре уровня. Первый уровень это этапы. Здесь реализуются сравнительно длительные технологические процессы. Они состоят из операций и действий последующих уровней. Второй уровень это операции. В результате их выполнения будет как раз создан конкретный объект в программной среде, которая выбрана на первом уровне. Третий уровень это действия. То есть это совокупность стандартных для каждой программной среды приемов работы, которые и приводят к достижению цели. А эта цель была поставлена в соответствующей операции. Каждое действие при этом меняет содержимое экрана, если информация выводится на экран. Наконец, четвертый уровень это элементарные операции по управлению мышью и клавиатурой. Необходимо понимать, что освоение информационной технологии и дальнейшее ее использование должно свестись к тому, что вы должны сначала хорошо овладеть набором элементарных операций. Их число ограничено. И из этого ограниченного числа элементарных операций в разных комбинациях составляется действие. А из действий тоже в разных комбинациях составляются операции. Они это и определяют тот или иной технологический этап. Вот совокупность технологических этапов и образует технологический процесс или технологию. Рассмотрим методологию использования информационной технологии. Существует два способа использования этой технологии. Либо централизованной, либо децентрализованной обработкой информации. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Сейчас мы не будем их перечислять. То, что имеются свои достоинства и недостатки у информационных технологий двух разных типов, привело к необходимости придерживаться линии разумного применения того или другого подхода. Такой подход иногда называют рациональной методологией. И в этом случае обязанности будут распределяться следующим образом. Вычислительный центр отвечает за выработку общей стратегии, которой использует ту или иную информационную технологию. Он помогает пользователям как в работе, так и в обучении. Он устанавливает стандарты и определяет политику применения программных и технических средств. Персонал, который использует информационную технологию, должен придерживаться указаний вычислительного центра и осуществлять разработку своих локальных систем и технологий в соответствии с общим планом организации. Ну вот на этом мы закончим рассмотрение первого вопроса нашей лекции и перейдем ко второму. Мы рассмотрим виды информационных технологий. Вот на этом слайде перечислены различные виды информационных технологий, с которыми мы будем знакомиться в наших последующих лекциях. А в этой лекции мы начнем с информационных технологий обработки данных. Ну во-первых, каково назначение информационной технологии обработки данных? Это решение хорошо структурированных задач. каковы требования для того, чтобы применять эту технологию? Во-первых, необходимы входные данные, а во-вторых, требуется, чтобы существовали алгоритмы и другие стандартные процедуры их обработки. Эта технология применяется на уровне операционной деятельности, то есть исполнительной деятельности персонала, и этот персонал относится к персоналу невысокой квалификации. Она нужна для автоматизации некоторых рутинных, постоянно повторяющихся операций управленческого труда. Поэтому внедрение информационных технологий и систем на этом уровне может существенно повысить производительность труда персонала и, что немаловажно, освободит его от рутинных операций. Технологии обработки данных предназначены, во-первых, для учета и оперативного регулирования хозяйственных операций, и, во-вторых, для подготовки стандартных документов для внешней среды. Горизонт оперативного управления хозяйственными процессами здесь составляет от одного до нескольких дней и реализует регистрацию и обработку событий. Эти задачи имеют итеративный и регулярный характер. Они выполняются непосредственными исполнителями хозяйственных процессов и связаны с оформлением и пересылкой документов в соответствии с четко определенными алгоритмами. Результаты выполнения хозяйственных операций через экранные формы вводятся в базу данных. Кратко мы определим задачи операционной деятельности следующим образом. Во-первых, это обработка данных об операциях производимых организаций, создание периодических контрольных отчетов о состоянии дел в организации, получение ответов на всевозможные текущие запросы и оформление их в виде бумажных документов и отчетов. в чем особенности технологии обработки данных? Ну, прежде всего, это необходимость выполнения регламентных задач. Ведь каждой фирме предписано законом иметь и хранить данные о своей деятельности. Поэтому любая фирма обязана иметь информационную систему обработки данных и работать в соответствующих информационных технологиях, с использованием соответствующих информационных технологий. Далее. Особенность заключается в том, что в них решаются только хорошо структурированные задачи, для которых можно разработать алгоритм. Третья особенность состоит в том, что существующие стандарты определяют типовые процедуры обработки данных и предписывают их соблюдение организациями всех видов. Особенностью является также необходимость выполнения основного объема работ в автоматическом режиме с минимальным участием человека. Записи о деятельности фирмы имеют детальный характер. он допускает проведение ревизии. В процессе проведения ревизии деятельность фирмы проверяется хронологически от начала периода к концу и от конца к началу. Поэтому необходим учет хронологии событий. И на нем делается акцент. Ну и наконец выдвигается требование минимальной помощи в решении проблем со стороны специалистов других уровней. При рассмотрении предыдущего вопроса нашей лекции мы уже упоминали об основных компонентах информационной технологии. При этом мы отмечали, что главными в информационных технологиях являются процедуры обработки информации. Давайте рассмотрим основные компоненты информационной технологии обработки данных, которые приведены на следующем рисунке. Ну, во-первых, это блок сбора данных. По мере того, как фирма производит продукцию или услуги, каждое действие ее сопровождается соответствующими записями данных. Обычные действия фирмы, которые затрагивают внешнее окружение, выделяются особо как операции, производимые фирмой. Второй большой блок это обработка данных. Для создания информационной среды, которая отражает деятельность фирмы, используются следующие типовые операции. Ну, во-первых, это классификация или группировка. Первичные данные обычно имеют вид кодов, которые состоят из одного или нескольких символов. Эти коды, которые отражают определенные признаки объектов, используются для идентификации и группировки записей. Вторая операция это сортировка. С помощью нее упорядочивается последовательность записей. Третья операция укрупнение или агрегирование. Она служит для уменьшения количества данных и реализуется в форме расчетов итоговых или средних значений. Ну и наконец операция вычисления включает арифметические и логические операции. Эти операции, которые выполняются над данными, дают возможность получать новые данные. Многие данные на уровне операционной деятельности необходимо хранить для последующего использования либо здесь же, либо на другом уровне. Для их хранения создаются то, что называется базами данных. Наконец, четвертый блок или компонент информационной технологии обработки данных это блок создания отчетов или документов. В информационной технологии обработки данных всегда необходимо создавать документы для руководства и работника фирмы, а также для внешних партнеров. При этом документы могут создаваться как по запросу, так и в связи с проведением операций. Более того, они могут создаваться периодически в конце каждого месяца, квартала или года. Целью информационной технологии управления является удовлетворение потребностей всех, без исключения сотрудников фирмы, которые имеют дело с принятием решений. Она может быть полезна на любом уровне, на любом уровне управления. Эта технология ориентирована на работу в среде информационной системы управления и используется при худшей структурированности решаемых задач если их сравнивать с задачами, которые решаются с помощью информационной технологии обработки данных. Информационная технология управления идеально подходит для удовлетворения сходных информационных потребностей работников различных функциональных подсистем, а также для различных уровней управления фирмой. представляемая им информация содержит сведения о прошлом, настоящем и вероятном будущем фирмы. Эта информация имеет вид регулярных или специальных управленческих отчетов. Для принятия решений на уровне управленческого контроля информация должна быть представлена в агрегированном виде так, чтобы просматривались тенденции изменения данных, причины возникновения отклонений и возможные решения. На этом этапе решаются следующие задачи обработки данных. это оценка планируемого состояния управления, оценка отклонений от планируемого состояния, выявление причин отклонений, анализ возможных решений и действий. Как я уже говорил, информационная технология управления направлена на создание различных видов отчетов. Посмотрим, какие же они бывают. Регулярные отчеты создаются в соответствии с установленным графиком. Он определяет время и место их создания на, например, месячный отчет продаж компании. Специальные отчеты создаются по запросу управленцев или когда в компании произошло что-то незапланированное. И те и другие виды отчетов могут иметь вид или форму суммирующих, сравнительных и чрезвычайных отчетов. В суммирующих отчетах данные объединены в отдельные группы, отсортированы и представлены в виде промежуточных или окончательных итогов по отдельным полям. Сравнительные отчеты содержат данные, которые получены из различных источников или классифицированы по различным признакам. они используются для целей сравнения. Ну и наконец, чрезвычайные отчеты содержат данные исключительно чрезвычайного характера. Использование отчетов для поддержки управления оказывается особенно эффективным при реализации так называемого управления по отклонениям. Управление по отклонениям предполагает, что данные, которые получает менеджер, должны содержать сведения об отклонениях текущего состояния деятельности фирмы от некоторых установленных стандартов, ну, например, от запланированного состояния. Каковы компоненты информационной технологии управления? основные компоненты информационной технологии управления показаны на рисунке. Входная информация поступает из систем операционного уровня. Выходная информация формируется в виде управленческих отчетов в удобном для принятия решений виде. содержимое базы данных при помощи соответствующего программного обеспечения преобразуется в периодические или специальные отчеты, которые поступают к специалистам, а эти специалисты участвуют в принятии решения в организации. База данных используется для получения такой информации и она должна состоять по крайней мере из двух элементов. Это данных, которые накапливаются на основе оценки операций проводимых фирмой и планов, стандартов, бюджетов и других нормативных документов и они определяют планируемое состояние объекта управления, может быть в частности подразделения какой-либо фирмы. Теперь мы закончим на этом обсуждении второго вопроса и переходим к вопросу автоматизации управленческой деятельности, то есть фактически к автоматизации офиса. В России долгое время автоматизация учреждений осуществлялась в виде различного рода подсистем ОСУ. Это были кадры, канцелярия, бухгалтерия, зарплата, контроль исполнения и множество других подсистем существовали в ОСУ. Они все строились на основе баз данных. Электронная обработка документов выполнялась на основе функциональных пакетов типа редакторов текстов или электронных таблиц. Иногда использовались интегрированные пакеты программ типа Microsoft Office, Perfect Office, Lotus, Smart Suite и так далее. Эти средства оказались недостаточными для управления огромными потоками бумажных и электронных документов, которые циркулируют как внутри одного предприятия, так и между различными предприятиями. В целом же такой подход грешил отсутствием комплексности и автоматизации делопроизводства и управления документом оборотом. В настоящее время развитие информационных технологий привело к появлению методов и средств, которые обеспечивают интегрированное решение по автоматизации офиса. Такой подход позволяет автоматизировать ручные операции и поиск документов позволяет автоматически передавать и отслеживать перемещение документов и контролировать выполнение поручений, связанных с документами. Сначала мы рассмотрим ставший уже традиционным взгляд на автоматизацию управленческой деятельности, а затем немножко поговорим о более широком и глубоком подходе к этой проблеме. Информационная технология автоматизации офиса это организация и поддержка процессов взаимодействия как внутри организации, так и с внешней средой, которая выполняется на основе компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы с информацией. Современные организации представляют собой совокупность подразделений, филиалов, отделов и офисов. Они обмениваются между собой информацией и выполняют отдельные части общей работы. Основными фазами жизни неструктурированной информации в фирме являются во-первых, это ввод информации в систему, во-вторых, хранение, навигация, поиск и фильтрация документов, в-третьих, коллективная работа с документами и, наконец, вывод информации из системы. Каковы способы ввода информации в систему? Ну, прежде всего, это сканирование документов и хранение их в виде графических образов. Позднее стала применяться технология оптического распознавания символов. Здесь после сканирования и ввода документов в систему его образ, графический образ, переводится в текст. Затем следует исправление ошибок распознавания и сохранения. При массовом ручном вводе однотипных документов используются так называемые электронные формы. Они обеспечивают структуризацию документа, делается это путем выделения частей текста и добавления полей или атрибутов. информация в офис может поступать и путем импорта файлов с магнитных носителей или по телекоммуникациям через файлы, через факсы, через сообщения электронной почты и тому подобного. Ввод информации сопровождается классификацией документов, делается это путем задания атрибутов и ключевых слов и аннотированием их содержания. Для ускорения последующего контекстного поиска производится полнотекстовая индексация документов. Документы могут храниться просто в файловой системе и при этом система каталогов служит средством группирования и навигации в хранилище документов. Многие современные системы электронных документов используют в дополнение к файловой системе так называемой библиотеки документов, которые содержат в базе данных карточки документов с атрибутами и ключевыми словами. Для логической группировки этих документов применяются папки. Ряд систем, основанных на электронной почте, хранит документы в почтовых ящиках. Они хранятся там в виде почтовых сообщений с присоединенными файлами. Навигация и в хранилище упрощается с помощью так называемых вложенных папок личного и коллективного пользования. Поиск и фильтрация документов производится по запросам на основе контекстного поиска. Это может быть поиск по атрибутам, по ключевым словам и по полному содержанию текста на основе индекса. Как происходит коллективная работа с документами? Организация и автоматизация в офисе коллективной работы с документами строится на технологиях групп и workflow, то есть работа в группе и работа в потоке. Технология группы ориентированы эти технологии на небольшие рабочие группы. Они характеризуются поддержкой выполнения одной коллективной задачи и отсутствием структуризации в организации работы. Поддержка ограничивается обеспечиванием обеспечиванием коллективного доступа к информации с помощью различных методов доступа. Технологии класса logflow служат для автоматизации документа оборота в средних и крупных офисах. И для них характерно, что осуществляется поддержка многопользовательской работы с несколькими задачами одновременно и четкая структуризация выполнения работ по ролям и документам с контролем исполнения. Ввод информации осуществляется путем простите, вывод информации осуществляется путем печати документов публикации их на веб-серверах в общих почтовых папках и электронных досках объявления или рассылки по телекоммуникациям. Каковы же основные компоненты автоматизации офиса? Ну вот на этом рисунке показано, что обработка информации базируется на методах и средствах офисной автоматизации. В настоящее время известно большое число программных продуктов для компьютеров и некомпьютерных технических средств, которые обеспечивают технологии автоматизации офиса. автоматизации вот здесь на рисунке показаны и текстовые процессоры, электронные почта, и так далее, и тому подобное. И помимо всех перечисленных, это могут быть также специализированные программы управленческой деятельности, типа ведения документов, контроля вызовоисполнением приказов и многое другое. Как всегда, обязательным компонентом любой технологии является база данных. О ней мы будем говорить чуть позднее. А в автоматизированном офисе база данных концентрирует в себе данные о производственной системе фирмы, так же, как это происходит в технологии обработки данных на операционном уровне. Информация в базу данных может так же поступать из внешнего окружения фирмы. Информация из базы данных поступает на вход компьютерных приложений или программ. Мы сейчас рассмотрим их по очереди поподробнее. Ну, во-первых, это текстовый процессор. Это вид прикладного программного обеспечения, предназначенный для создания и обработки текстовых документов. Он позволяет добавлять или удалять слова, перемещать предложения и абзацы, устанавливать формат, манипулировать элементами текста и режимами, ну и так далее. Когда документ готов, работник переписывает его во внешнюю память, а затем распечатывает и при необходимости передает по компьютерной сети. Таким образом, в распоряжении менеджера имеется эффективный вид письменной коммуникации. Электронная почта здесь имеет место только однонаправленная связь. Если необходимо обеспечить двустороннюю связь, то придется многократно посылать и принимать сообщения по электронной почте или воспользоваться другими способами коммуникации. Чтобы посылаемое сообщение стало доступно всем пользователям электронной почты, его следует поместить на компьютерную доску объявлений. При желании можно указать, что это частная корреспонденция. Вы также можете послать отправление с уведомлением о его получении адресатом. Аудиопочта. Это почта для передачи сообщений голосом. Она напоминает электронную почту, за исключением того, что вместо набора сообщений на клавиатуре компьютера вы передаете его через телефон. Также по телефону вы можете получить присланные сообщения. Система включает в себя специальное устройство, которое преобразует аудиосигналы в цифровой код и обратно. Кроме того, она включает в себя компьютер для хранения аудиосообщений в цифровой форме. Аудиопочта также реализуется в сети. Главным преимуществом аудиопочты по сравнению с электронной является то, что она проще. При ее использовании не нужно вводить данные с клавиатуры. Почта для передачи аудиосообщений может успешно использоваться для группового решения проблем. Для этого посылающий сообщение должен дополнительно указать список лиц, которым данное сообщение предназначено. Система будет периодически обзванивать всех указанных сотрудников для передачи им сообщения. табличный процессор он так же как и текстовый процессор является базовой составляющей информационной культуры любого сотрудника и автоматизированной офисной технологии. О нем мы поговорим с вами в последнем разделе нашей лекции. А сейчас перейдем к электронному календарю. Он представляет еще одну возможность использовать сетевой вариант компьютера для хранения и манипулирования рабочим расписанием управленцев и других работников организации. Менеджер или его секретарь устанавливает скажем дату и время встречи или каком-нибудь другом мероприятии. Просматривает получившееся расписание вносит изменения при помощи клавиатуры. технические программные обеспечения электронного календаря полностью соответствуют аналогичным компонентам электронной почты. Более того, программное обеспечение календаря часто является составной частью программного обеспечения электронной почты. Эта система позволяет дополнительно получать доступ также к календарям других менеджеров Она может автоматически согласовывать время встречи и их собственными расписаниями Компьютерные конференции и телеконференции Они используют компьютерные сети для обмена информацией между участниками группы, которые решают определенную проблему Естественно, круг лиц, имеющий доступ к этой технологии, ограничен Тем не менее, количество участников компьютерной конференции может быть во много раз больше, чем аудио- и видеоконференции В литературе часто можно встретить термин «телеконференция» Телеконференция включает в себя три типа конференции Аудио, видео и компьютерные Видеотекст Видеотекст — это использование компьютера для получения отображения текстовых и графических данных на экране монитора В любой фирме необходимо длительное время хранить большое количество документов Их число может быть так велико, что хранение даже в виде файлов вызывает серьезные проблемы Поэтому возникла идея хранить не сам документ, а его образ или изображение Причем хранить в цифровой форме Хранение изображения основывается на использовании специального устройства, которое называется оптическим распознавателем образов Он позволяет преобразовывать изображение документа или фильма в цифровой вид для дальнейшего хранения во внешней памяти компьютера Сохраненное таким образом в цифровом формате изображение может быть в любой момент выдано в его реальном виде на экран или на принтер Для хранения изображения используются оптические диски, которые обладают огромными ямкостями Так, скажем, на 5-дюймовый оптический диск можно записать около 200 тысяч страниц Наиболее простым техническим средством, который реализует аудиоконференцию, является телефонная связь Она должна быть оснащена дополнительными устройствами, которые дают возможность участвовать в разговоре более чем двум лицам Для создания аудиоконференции не требуется компьютера, а лишь предполагается использование двусторонней аудиосвязи между ее участниками Использование аудиоконференции облегчает принятие решений Оно и дешево, и удобно Видеоконференция предназначена для тех же целей, что и аудиоконференция, но при этом применяется видеоаппаратура Проведение видеоконференции также не требует компьютера А в процессе видеоконференции ее участники, которые разобщены по пространству, удалены друг от друга на значительные расстояния Они все могут видеть себя на телевизионном экране и себя и других участников Естественно, что одновременно с телевизионным изображением передается и звуковое сопровождение Хотя видеоконференции позволяют сократить транспортные и командировочные расходы Большинство фирм применяет их не только по этой причине Эти фирмы видят в видеоконференциях возможность привлечь к решению проблем максимальное количество менеджеров и других работников Которые территориально удалены от главного офиса Фоксимильная связь основана на использовании факс-аппарата Он способен читать документ на одном конце коммуникационного канала И воспроизводить его изображение на другом Эта связь вносит свой вклад в принятие решений За счет быстрой и легкой рассылки документов участникам группы Если эти участники решают определенную проблему И это не зависит от их географического положения Начиная разговор об автоматизации управленческой деятельности Я обещал рассказать о другой точке зрения на эту задачу Если основываться на том, что в общем случае Офис вырабатывает не бумаги и не траекторию их перемещения А решения, которые имеют ценность для клиента офиса Предлагается офис рассматривать как полноценное предприятие В соответствии с таким подходом В сферу деятельности офиса включаются следующие задачи Во-первых, основная деятельность офиса так и остается Вернее, основная деятельность офиса становится Деятельностью по принятию решений разных уровней Задачи контрактирования, планирования и контроля Выполнения производственных заданий и прочее Остается тоже на уровне данного офиса В нее включаются стратегические и тактические задачи планирования основной деятельности Ну, собственно, документоапорот и организация делопроизводства Как был, он так и остается Далее, необходимо обслуживать входные информационные потоки разных видов То есть офис-менеджмент включается в качестве основной задачи Ну и, наконец, техническая поддержка бизнес-процессов Как процессов специфического рода Длительных, вариантных, распределенных При таком подходе к офису Вся его деятельность рассматривается как Бизнес-процесс И к нему применимы Все методы И технологии автоматизации И реорганизации Бизнес-процессов Вот этим кратким замечанием по поводу нового взгляда на автоматизацию управленческих работ Мы завершим рассмотрение третьего пункта нашей программы Сегодняшней нашего плана На протяжении всей лекции мы неоднократно встречались с понятиями База данных и электронные таблицы или табличные процессоры Но настало время более подробно поговорить и о них Как я уже многократно повторял Цель любой информационной системы Это обработка данных об объектах реального мира В широком смысле слова База данных — это совокупность сведений о конкретных объектах этого реального мира В какой-либо предметной области Предметная область — это часть реального мира Которую необходимо изучить для организации управления И, в конечном счете, для автоматизации Создавая базу данных, пользователь стремится упорядочить информацию по различным признакам И после этого быстро извлекать выборку с произвольным сочетанием признаков Сделать это возможно только в том случае, если данные структурированы Структурирование — это введение соглашений о способах представления данных Пользователями базы данных могут быть Различные прикладные программы Программные комплексы А также специалисты предметной области Которые выступают в роли потребителей или источников данных Вот их как раз и называют конечными пользователями Более узкое определение базы данных — это Поименованная совокупность структурированных данных Относящихся к определенной предметной области Централизованный характер управления данными в базе данных Предполагает, что существует некоторое лицо или группа лиц На которых возлагаются функции администрирования данных И которые хранятся в этой базе По технологии обработки данных Базы данных делятся на централизованные и распределенные Централизованная база данных Хранится в памяти одной вычислительной системы Если эта вычислительная система Является компонентом сети машин Возможен распределенный доступ к такой базе Такой способ использования баз данных Часто применяют в локальных сетях персональных компьютеров Распределенная база данных состоит из нескольких Возможно пересекающихся или даже дублирующих друг друга частей Они хранятся на разных ЭВМ вычислительной сети Работа с такой базой осуществляется с помощью Системы управления распределенной базой данных По способу доступа к данным Базы данных разделяются на базы данных с локальным доступом И базы данных с удаленным доступом Какова же архитектура централизованных систем Баз данных с сетевым доступом? Различают две архитектуры Архитектура файл-сервер Архитектура баз данных с сетевым доступом Предполагает, что выделяется одна из машин сети В качестве центральной Она называется сервером файлов На такой машине хранится совместно Используемая централизованная база данных Все другие машины сети Выполняют функции рабочих станций С помощью которых поддерживается доступ Пользователя системы к централизованной базе данных Файлы базы данных в соответствии с пользовательскими запросами Передаются на рабочие станции Где в основном и производится обработка Другая архитектура имеет название клиент-сервер В этой концепции подразумевается, что помимо хранения централизованной базы данных Центральная машина, которая здесь называется сервером базы данных Так вот, центральная машина должна обеспечивать выполнение основного объема обработки данных Именно обработки Запрос на данные, которые требуются клиенту Порождает поиск и извлечение данных на сервере Извеличенные данные, именно данные, но не файлы Транспортируются по сети от сервера клиенту Понятие базы данных тесно связано с такими понятиями структурных элементов Как поле, запись, файл или таблица Поле — это элементарная единица логической организации данных Она соответствует неделимой единице информации, реквизиту Для описания поля используются следующие характеристики Имя поля, например, это может быть фамилия, имя, отчество, дата рождения Тип поля, например, символьный, числовой, календарный Длина поля, например, 15 байт Причем длина будет определяться максимально возможным количеством символов Точность для числовых данных Например, два десятичных знака для отображения дробной части числа Ядром любой базы данных является модель данных Модель данных представляет собой множество структур данных И операций манипулирования данными С помощью модели данных могут быть представлены объекты предметной области и взаимосвязи между ними Система управления базой данных основывается на использовании иерархической, сетевой или реляционной модели Могут быть комбинации этих моделей, или может быть некоторое их подмножество В последние годы приобрела популярность объектная модель Сначала мы рассмотрим иерархическую модель Она изображается в виде дерева Узел — это совокупность атрибутов данных, которые описывают некоторые объекты На схеме иерархического дерева Узлы представляются вершинами графа Каждый узел на более низком уровне Связан только с одним узлом, который находится на более высоком уровне Каждой вершине соответствует множеству экземпляров записей Которые в сумме составляют логический файл Вершины расположены по уровням и связаны между собой отношениями подчиненности Одна единственная вершина верхнего уровня называется корневой Иерархическая модель данных обеспечивает так называемые одномногозначные отношения между данными Примером таких отношений может служить Одному изделию соответствует несколько материалов, которые используются на различных операциях обработки или сборки Сетевые модели баз данных соответствуют более широкому классу объектов управления Хотя требуют для своей организации и дополнительных затрат Сетевая модель позволяет любому объекту быть связанным с любым другим объектом Сетевые модели сложны И это создает определенные трудности при необходимости модернизации или развития базы данных Пример такой вот сетевой базы данных представлен на этом рисунке Тут видно, что одно изделие изготавливается в результате выполнения нескольких операций А одна операция может использоваться для изготовления различных изделий Реаляционная модель базы данных представляет объекты и взаимосвязи между ними в виде таблиц А все операции над данными сводятся к операциям над этими таблицами На этой модели базируются практически все современные базы данных Эта модель более понятна и прозрачна для конечного пользователя К преимуществам реаляционной модели Можно отнести также более высокую гибкость при расширении базы данных И при формулировании состава запросов к ней Вот на рисунке показана реаляционная организация базы данных В виде таблицы, которая содержит программу выпуска изделий Эта база данных включает в себя три атрибута Код технологической группы оборудования Код изделия И программу выпуска Одно из основных различий между тремя моделями баз данных Состоит в том, что для иерархических и сетевых СУБД или баз данных Их структура не может быть изменена после ввода данных В то время как для реаляционных баз данных структура может меняться в любое время Для больших баз данных, структура которых остается длительное время неизменной Именно иерархические и сетевые базы данных Могут обеспечить наибольшую производительность Наиболее быстрый доступ к информации в базе данных Чем реаляционные базы данных Однако большинство баз данных для персональных компьютеров Работает именно с реаляционной моделью Ну, к реаляционным моделям относят, например, Clipper, D-Base, Paradox, FoxPro, XS, Oracle В последнее время все большее признание и развитие получают объектные базы данных Толчок к их появлению дали Так называемые объектно-ориентированные языки и объектно-ориентированные программирования Он позволяет использовать компьютер для такого рода языки и такого рода программирования Позволяет использовать компьютер для обработки и представления практически всех форм информации Которую вообще способен воспринимать человек Объектом называет почти все, что представляет интерес для решения поставленной задачи на компьютере Это могут быть или экранное окно, или кнопка в окне, или поле для ввода данных Это может быть пользователь программы, или сама программа, ну и так далее В этом случае любые действия можно привязать к такому объекту А также описать, что произойдет с объектом при выполнении определенных действий Например, при нажатии кнопки Вот здесь представлена объектная модель Таким образом мы объектом называем программно связанный набор методов и свойств Которые выполняют одну функциональную задачу Например, кнопка управления на экране Windows Это объект Он обладает свойствами, которые описывают его внешний вид и назначение Кроме того, он обладает набором методов для управления его поведением на экране Свойства Это характеристика С помощью которой описывается внешний вид и работа объекта Событие Это действие, которое связано, и оно связывается именно с объектом Оно может быть вызвано пользователем Это, например, щелчок мышью Или может быть инициировано прикладной программой или операционной системой Метод Это функция или процедура, которая управляет работой объекта при его реакции на событие Объекты могут быть как визуальными То есть, которые можно увидеть на экране дисплея Например, окно, пиктограмма, текст Они могут быть и невизуальными Например, это программа решения какой-либо функциональной задачи Информационный фонд системы управления должен обеспечивать получение выходных наборов данных из входных с помощью алгоритмов обработки и корректировки данных Это возможно, если создана так называемая инфологическая модель предметной области Она вместе с набором хранимых данных и алгоритмами их обработки позволяет построить так называемую каноническую модель или схему информационной базы Потом от нее можно перейти к так называемой логической схеме и далее к физическому уровню реализации Вот на следующем рисунке представлены как раз эти этапы проектирования базы данных Важнейшим этапом, как мы уже говорили, проектирования баз данных является разработка инфологической модели предметной области Она не ориентирована на какую-то конкретную систему управления базами данных В инфологической модели средствами структур данных в интегрированном виде отражают состав и структуру данных А также информационные потребности приложений, то есть задач и запросов Инфологическая модель предметной области строится первой Предварительная инфологическая модель строится еще на предпроектной стадии и затем уточняется на более поздних стадиях проектирования баз данных Затем на ее основе строится концептуальная, логическая или внутренняя, вернее не или, а и внутренняя, или иначе называется физическая А также строится внешняя модель Логический или концептуальный уровень включает в себя модели хранения, актуализации и извлечения данных То есть модели баз данных О моделях баз данных мы с вами уже говорили А логический уровень процесса накопления связан с физическим через программы, которые, во-первых, осуществляют создание канонической структуры базы данных Задают схемы ее хранения и обеспечивают работу с данными Переход к физической модели базы данных, то есть реализация ее на компьютере, производится с помощью программ Они позволяют создавать в памяти машины базу хранимых данных и работать с этими данными Работать это значит извлекать, изменять, дополнять, уничтожать их Эти программы называются системами управления базами данных или сокращенно СУБД Подобные системы служат для поддержания базы данных в актуальном состоянии И обеспечивают эффективный доступ пользователей к содержащимся в ней данным в рамках представленных пользователям полномочий Система управления базой данных предназначена для централизованного управления базой в интересах всех работающих в этой системе Система управления базами данных общего назначения не ориентирована на какую-либо предметную область или на информационные потребности какой-либо группы пользователей Такие системы управления обладают средствами настройки на работу с конкретной базой данных Использование системы управления базами данных общего назначения в качестве инструментального средства Позволяет существенно сократить сроки разработки и экономить трудовые ресурсы при создании автоматизированных информационных систем На этом мы закончим изучение баз данных и перейдем к электронным таблицам Электронная таблица — это самая распространенная и мощная информационная технология для профессиональной работы с данными Для управления электронными таблицами созданы специальные программные продукты — табличные процессоры Что же из себя представляют табличные процессоры и электронные таблицы? Электронная таблица — это компьютерный эквивалент обычной таблицы В клетках ее или в ячейках записываются данные различных типов Это могут быть тексты, даты, формулы, числа Результат вычисления формулы в клетке является изображением этой клетки Числовые данные и даты могут рассматриваться как частные случаи формул Для управления электронной таблицей используется специальный комплекс программ Он-то и называется табличным процессором Главное достоинство электронной таблицы — это возможность мгновенного пересчета всех данных Которые связаны формульными зависимостями Если при этом изменяется значение какого-то операнта Любого операнта, то все сданные мгновенно пересчитываются Таблицы Вот так выглядит электронная таблица на экране Ну, естественно, в черно-белом варианте Здесь она представлена Рабочая область электронной таблицы состоит из строк и столбцов Они имеют свои имена Имена строк — это их номера А имена столбцов — это буквы сначала латинского алфавита А затем сочетания этих букв Там от А до З, а затем АА Дальше до АЗ, БА, дальше до БЗ, ну и так далее Ячейка — это область, которая определяется пересечением столбца И строки электронной таблицы Адрес ячейки определяется названием столбца и номером строки Ссылка — это способ указания адреса ячейки или ее формата Блоком ячейки называется группа последовательных ячейок Блок ячейок может состоять из одной ячейки Из строки или даже из ее части Из столбца и тоже из его части А также это может быть последовательность столбцов и строк Или, возможно, их частей В каждую ячейку пользователь может ввести данные Каковы их типы? Символьные или текстовые данные имеют описательный характер Они могут включать в себя алфавитные, числовые и специальные символы Числовые данные не могут содержать алфавитных и специальных символов Поскольку с ними производятся математические операции Формулы Возможно, что то, что вы видите на экране То есть то, что содержится в ячейке Это и есть результат вычислений Эти вычисления выполняются по имеющимся, но невидимым в ячейке формулам Формула может включать ряд арифметических, логических и прочих действий Которые производятся с данными из других ячеек Наконец, тип входных данных функция Это, так же как и число, можно считать частным случаем формулы Различают статистические, логические, финансовые и другие функции Ну и, наконец, типом входных данных являются данные типа даты Это особый тип данных Он обеспечивает выполнение таких функций, как добавление к дате числа То есть пересчет даты вперед или назад Или вычисление разности двух дат Значение представления данных в графической форме, конечно, трудно переоценить Это повышает наглядность полученных результатов И показывает соотношение различных значений и динамику их изменений Табличные процессоры располагают целым рядом команд для построения различных типов диаграмм С их помощью по-разному можно интерпретировать числовые значения Например, круговая диаграмма используется для графической интерпретации одной переменной Вертикальная столбцовая диаграмма изображает каждое значение переменной как вертикальный столбик Она используется для сравнения значений переменных в различные моменты времени Линейный график отображает каждую переменную в виде ломаной линии Он используется для иллюстрации динамики переменной во времени Наконец, стопочная диаграмма изображает значение каждой из переменных в виде слоев столбиков разной толщины Помимо упомянутых существует большое количество и других типов диаграмм С ними вы познакомитесь и научитесь строить тогда, когда реально столкнетесь с необходимостью использовать графические и иные возможности табличных процессоров Я дал вам лишь самое начальное представление о них На этом мы исчерпали весь, всю программу нашей сегодняшней лекции И на этом мы с вами прощаемся До свидания, всего наилучшего Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...